Добрый вечер на Филоковском телевидении. Диалог о православии мы в прямом эфире. И вы вместе со мной можете задавать свои вопросы настоятелю Николу Берликовскому мастыря, Игумену Евмению Лагутину. Отец Евмении, добрый вечер. Добрый вечер. Да, ну и сегодня, как известно, церковный день начинается с вечера, православные христиане начали отмечать один из главных праздников – Войснесение Господне. И вот мне хотелось поговорить об этом празднике, да. Ну, кому интересно, могут прочитать в Евангелии это событие, да. То есть на 40-й день по своем воскресении Иисус Христос в последний раз является своим учеником. И, как мы читаем, дает, разумеетим, Священное Писание, просит оставаться в Иерусалиме до дня сошедствия на них Святого Духа. И, читаем, далее вывел их вон из города до Вифании и подняв руки свои благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью. И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. Итак, да, мы видим последнюю встречу Божественного Учителя с своими учениками. Вроде бы расставание, но радуются апостолы. Чему тут радоваться? Ну, во-первых, конечно же, нельзя назвать это последней встречей, потому что всегда Господь был с ними. И Он говорил, что я буду с вами всегда до скончания вашего века в этом мире. И, мало того, Он еще и сказал, что на тайный вечер, что Он будет еще вкушать вино с ними уже в Царстве Небесном. Поэтому, конечно же, апостолы понимали, что это расставание на какой-то период, не последняя встреча. Во-первых. Во-вторых, конечно же, то, что Господь уходил от них видимым образом, то есть телесно, для них это, наверное, было причиной грусти. Но то, что Он шел к Отцу Небесному, это, конечно же, величайший дар Божий для всего человечества. Так как сам Господь Иисус Христос сказал вам лучше, если я уйду от вас и уготовлю вам обители небесные, куда потом вы придете ко мне. Конечно, это все в устах Спасителя, только что воскресшего. Для апостолов звучало просто как непререкаемый истинный, они не сомневались в этих его обетованиях, обещаниях. Кроме того, те загадочные слова «оставайтесь в Иерусалиме, не выходите из него, пока не обличетесь силой свыше» – это тоже было обещание Божие. То есть вот та самая Троица, наш праздник, та самая Пятидесятница, которая будет через 10 дней после Вознесения, они и этому радовались, потому что они понимали, что впереди у них еще какие-то события духовной жизни, которые они до сих пор не испытывали никогда. И все человечество это не могло испытать, потому что Дух Святой сошел первым на апостолов по восшествии Господа на небо. Он так и сказал «я иду на небо, чтобы послать вам оттуда Духа Святого, и лучше вам, чтобы я ушел, чтобы Дух Святой пришел к вам». Это дар, который Божий, дар, который мы не можем даже понять всю глубину и милосердие Божьего к роду человеческому в том, что Он нам, грешным и недостойным, даровал Своего Духа Святого. До этого момента Духа Святого среди человеков не было. Только единицы Его воспринимали, такие как пророк Илья, например, или другие пророки ветхозаветные. Но они были единственными из тысяч, если не миллионов человеческого рода. Избранники сосуды Божии от рождения, избранные Господом. А после сошедения Духа Святого на апостолов Он был дарован всем верующим и крещаемым. Это в том числе и мы с вами, и нам Дух Святой дарован через таинство миропомазания в момент крещения, которое, опять же, мы не ценим и даже не понимаем, насколько это важно для нашей жизни. Мы отличаемся от многих людей, которые не крещены. Мы совершенно по-другому внутренне устроены, хотя часто этого даже не осознаем и не понимаем. И вот эти все моменты, они были в словах Господа. Конечно, апостолы их тогда не могли вот так вот расшифровать, как мы сейчас раскладываем их по полочкам. Мы-то это знаем, потому что это все совершилось уже до нас. А они это еще предвкушали, поэтому и радовались, предвкушая вот эти все события. То есть во всех крещенных людях заложен уже потенциал познания Бога, да? Я даже бы не так сказал. Во всех людях крещенных уже живет Бог, Дух Святой, через таинство миропомазания в каждого из нас вложен. То есть мы с Ним живем уже в течение жизни. Родились в жизнь вечную. Совершенно правильно. То есть мы уже не творение Божие, как люди некрещенные, так они и остались в творении Божьем. На уровне Адама и Евы, сотворенных Господом из персти земной. Вот так и люди некрещенные. Они просто вот сотворены Богом. А те, кто родились от воды и Духа Святого в таинстве крещения, как об этом сам Господь Иисус Христос говорит в Евангелии, в беседе с Никодимом, они уже другое есть кто имеет. Они уже не творение Божие, а чадо Божие. Они братья и сестры, как сам Господь говорит, кто братья и сестры мои, и мать моя. Те, кто слушают Меня и исполняют то, что я им говорю, волю Отца Моего исполняют. Вот это очень важно. И без Духа Святого исполнить волю Отца Небесного и Господа Иисуса Христа невозможно. Это мы видим на примере апостолов. До того момента, пока они не облеклись силой свыше, они в страхе сидели в запертой комнате, так и написано в Англии, страха ради иудейского. И не выходили никуда. И Господь к ним туда приходил дверями затворенными. То есть они запирались изнутри, чтобы их никто не нашел. Они боялись, что их убьют. Они боялись гонений. И что происходит после Пятидесятницы, после сошествия Духа Святого? Они вышли на проповедь и всю Римскую империю перевернули совершенно от язычества к христианству. Это ли не чудо, это ли не сила, это ли не благодать? А как мы должны проживать эти 10 дней до сошествия Святого Духа? То есть вот эти 10 дней, ведь все евангельские события, это не просто мы читаем какую-то, как сказку, как историю, да, как когда-то произошедшую. То есть это для нас заложены правила жизни, как мы должны себя вести. Вот как 10 дней нам быть? Ну, наверное, как апостолы это делали. Они молились, они радовались, они вспоминали, естественно, вспоминали все события перепятий земной жизни Иисуса Христа и их участие в этом. Они также вспоминали, я думаю, рассуждали и по-другому это уже, так сказать, осознавали, так как в тот момент, когда эти события происходили с ними, они даже не понимали, что происходит. Например, такой момент, когда Господь идет в Иерусалим, и апостолам говорят, я иду на смерть, они говорят, не понимая даже этих слов, они говорят, Господи, вот ты идешь в Иерусалим, чтобы царство принять, и дай нам сесть одному справа, другому слева. То есть они делят земное царство, когда Господь говорит, я на смерть иду. И так во многих моментах мы видим, что апостол Петр сказал, если там тебя убьют Господь, ты не ходи туда вообще, что ты там делаешь? Как ответил Господь, отойдет меня сатана, апостолу Петру. И так далее. Вот эти все моменты показывают, что они в моменты, когда эти события происходили, они не осознавали этого. А сейчас, после совершения всего, предреченного пророками, совершения всей воли Отца Небесного, Господом Иисусом Христом, они уже переосмысливали весь этот огромный потенциал, данный им самим Господом, евангельский. И то же самое и нам надо. То же самое мы читаем эти евангельские события, то же самое мы в них участвуем, но не, так сказать, физически, а духовно. Когда перечитываем, мы их осознаем, мы их понимаем. И мы должны это приложить к себе, к своей душе, к своему сердцу, к своему разуму, к своим привычкам. Какие-то привычки просто упразднить, какие-то привычки, наоборот, выработать в себе. К своим жизненным устоям. Что-то из жизни надо убрать, то, что противоречит евангельской проповеди, проповеди евангельского повествования, а что-то, наоборот, добавить того, чего нет у нас, взяв из Евангелия. И в какой-то мере, по сравнению с апостолами, с учениками, нам проще, потому что мы знаем, что ожидать. Они-то 10 дней, наверное, и не знали, когда, и что произойдет. Мы-то уже знаем, что должен сойти на нас Святой Дух. И, наверное, нам стоит проанализировать свою жизнь. А готовы ли мы принять? Может быть, да, сойдет Святой Дух, но готовы ли мы принять своим сердцем его? – Это очень важный момент, так как Господь, так и говорит, «Все стою и стучу, ждю, не отворят ли мне двери сердца души человеческой». Конечно же, мы должны быть готовы. Но какой подготовкой в этом смысле мы должны заниматься? В смысле внутреннего покаянного состояния души. Если мы будем пребывать в гордости, или в суете, или в расслабленности, или мы вообще про Бога в это время забываем, и нас интересуют какие-то обстоятельства нашей житейской, так сказать, обычной жизни, мы, естественно, не готовы к принятию Духа Святого. Лишь внутренняя сосредоточенность, как Господь говорит, «Бодрствуйте, не знаете, когда я к вам приду». Лишь внутреннее такое самокритичное отношение к своим поступкам и внутренним, и внешним, лишь такое покаянное состояние души является здравым и уместным при ожидании пришествия Духа Святого. Ну, представьте, к вам, как в том произведении, к нам едет ревизор, да, к вам какие-то важные для вас гости приезжают, к вам там или начальник приезжает на рабочем месте, или семья ваша ждет какого-то важного для семьи гостя. Что вы делать будете? Вы будете готовиться, вы будете убирать квартиру или там рабочее место, вы будете, так сказать, чтобы комарнос не подточил в каких-то документах, или все, что может произвести отрицательное впечатление на вашего ожидаемого гостя, вы должны в этот период убрать, за этот период, так сказать, до его пришествия. Вот то же самое и здесь. Все, что недостойно Божьей благодати, все, что противоречит заповедям евангельским, все, что Богу не угодно. Вот мы все за эти 10 дней надо постараться из души в свои сторону, если это поступки, их исповедовать. Конечно же, причаститься, потому что это прямое послушание Господа Иисуса Христу. Он сам сказал, примите и едите. Вот мы это должны делать хотя бы потому, что Он это сказал. Некоторые в таком не всегда правильном понимании говорят, а я недостоин причастия. Мы, конечно же, и я недостоин, и все мы недостоины причащения тела и крови Христовой, так как мы есть люди грешные. Как апостол Петр воскликнул, когда Господь вошел к нему в лодку и сотворил чудо с ловли огромного количества рыбы. Петр испугался и сказал, Петр, Господи, выйди от меня, ибо я человек грешный, недостоин я, чтобы ты здесь находился со мной. Вот то же самое и мы это должны ощущать. Но по послушанию мы должны вкушать тело и кровь Христова, потому что это прямое повеление Божие. Тот, кто не вкусит тело и крови моей, жизни не имеется, сказал Господь. И это тоже подготовка к принятию Духа Святого. Без этого невозможно. Да, и кроме того, да, любовь и милосердие Господа, оно превыше, сильнее всех наших грехов. Конечно. Что такое грехи пред Богом? Это ничто. Он может омыть все за мгновение, так сказать, какой-то нашей мысли. Медленнее двигается, чем благодать Божия. Она быстрее может очистить нас от этого всего. Лишь бы мы это просили, лишь бы мы этого хотели. Вот в этом желании, хотении, просьбе покаянной, конечно же, мы должны пребывать эти 10 дней. Я думаю, и апостолы пребывали в таком же покаянном состоянии души, потому что они вспоминали, как они себя вели в дни страстей Господних, где они были, когда Господа распинали на кресте. Им было стыдно наверняка за свое поведение, потому что они разбежались просто кто куда. Все в разные стороны разбежались. При кресте мы, читаем, стоял только Иоанн Богослов. Все остальные отсутствовали. И, естественно, это чувство вот такого стыда за неправильное свое поведение. Или там апостол Петр вообще отрёкся трижды от Господа. Конечно же, у него было внутреннее покаяние. Мы читаем в воспоминаниях о том, что он плакал каждый раз, когда слышал глаз петушины. Как только петух закричит, у него слёзы на глаза наворачивались, и он так плакал всю жизнь. Хотя Господь ему давно простил, и сам пришёл и простил его это прегрешение. Но, тем не менее, покаянное состояние души у всех апостолов было, вспоминая свои ошибки. Так и мы должны вспоминать свои ошибки и в них иметь покаянное состояние души. Иначе мы вряд ли вместим благодать Духа Святого. Ну и как Господь сам говорит, да, блажены чистым сердцем, ибо они Бога узрят. Да, это тоже очень простое и ясное наставление Божие для того, кто хочет воспринять и увидеть Господа в себе. Блажены чистым сердцем. Иначе никак. Чистое сердце может быть только через покаяние. Больше его ничем не очистишь. Да, и в день Сошествия, да, Святого Духа, в день Святой Троицы будут такие коленопреклонённые молитвы, будут читаться во всех храмах. Да, да, и в первый раз будет в этом году читаться молитва Царю Небесный и длинные молитвы такие будут читаться. И, конечно же, это всё по древнейшей традиции. В каждом храме будет такая специальная служба, вечерняя служба после литургии будет отслужена во всех храмах. Это как раз вот есть призвание, да, Святого Духа? Это как раз, ну, эти молитвы, они пронизаны буквально покаянием и прошением ко Господу, чтобы Господь, вопреки нашей греховности, даровал нам всё-таки пришествие Духа Святого и осветил наши души и телеса Его пришествием. И, естественно, спас нас от вечной смерти, потому что Дух Святой для того и пришёл в этот мир за ту жертву, которую Господь Иисус Христос принёс на кресте. Не было бы этой жертвы, не было бы Духа Святого. Но Он пришёл только для того, чтобы нас возвести на небо, Дух Святой. Как и Христос пришёл в этот мир для того, чтобы нас возвести на небо. И, собственно, Вознесение, праздник Вознесения, который мы празднуем уже сегодня вечером и завтра на литургии, это то, что будет с каждым из нас. Мы, как христиане, идём, можно сказать, след в след за Христом. И, естественно, в нашей жизни повторяются, конечно, в меньших масштабах события жизни Христовой. Если Господь Вознесся на небеса, и мы будем возноситься на небеса, и об этом мы читаем те самые мытарства, когда душа, отделившись от тела, начинает возноситься на небо ко Господу, а ей бесы начинают мешать, это как раз уже наше личное Вознесение. И Господь это показал апостолам явно, когда они стояли на горе Елеонской. Это место и сейчас отмечено, где всё это происходило. Правда, оно сейчас уже не христианское, а мусульманам принадлежит. Но часовня на том месте, где Господь оттолкнулся от земли, она имеет тот камень с отпечатком ступни Христовой. Удивительным образом туда все приходят приложиться, к этой ступне Господа Иисуса Христа, которая отпечаталась чудесным образом в камне. Все паломники туда обязательно поднимаются на гору Елеонскую, на её маковку и прикладываются. И это остатки храма, построенного царицей Еленой. Там престолы жертвенник до сих пор стоят, хотя стен храма уже нету, они были разрушены в века войн палестинских. Но, тем не менее, всё это есть, и это историческое место. И, конечно же, само поведение апостолов, тоже оно, в общем-то, очень ярко-человеческое, что ли. Представьте, вот Христос вознёсся на небеса. Они стоят, смотрят. И они три часа стоят, смотрят в небо. И ждут, когда Он спустится. То есть это чисто человеческая такая реакция. И они бы, я думаю, стояли и дольше бы. Если бы Господь, зная вот это вот их, ну, можно сказать, состояние аффекта, да, вот представляете, вот на ваших глазах Христос вознёсся на небеса, и всё. И уходить никто не хотел. И Господь послал им ангела, который, ну, просто вот в удивлении сказал, мужи израильские, что вы тут стоите, идите. Господь как взошёл, так и придёт второй раз на землю. И только после этого они очнулись от этого состояния такого и пошли с радостью. А до этого они, как окаменевшие, наверное, стояли просто, не понимая, что произошло. Опять не понимая. Понимание пришло только с ошествием Духа Святого. Тогда они только поняли глубинность всех этих событий. А в этот момент они видели только внешнюю форму, и от этого были шокированы. Да, мы читаем, как Господь, возносясь, всё это время, пока не скрылся, да, благословлял всех находившихся. Это распространяется благословение только на тех, кто там присутствовал в то время, или это благословение доходит и до нас? Ну, естественно, так как Церковь Христовая, которую Господь создал сам в лице 12 апостолов, она распространилась потом во все уголки Вселенной, и в том числе мы являемся этой же Церковью Христовой. Мы наследники апостольские. И, естественно, благословение, которое по любви Господь много раз благословлял, Он любил своих учеников, и Он благословлял их, благословлял их, и сейчас благословляет так же, только мы этого просто не видим. Всякого, кто к Нему обращается, Он и сейчас благословляет. Потому что мы закрыты сердцем, да, и не можем вместиться. Потому что мы неблаженны и нечисты сердцем. К сожалению, наши сердца закрыты греховной такой вот дымкою, и мы не видим Господа, не видим ничего. Крышкой. Да, пеленой, крышкой, дымкой, это уж кому как угодно, но, тем не менее, это нам мешает видеть Господа. И лишь блаженные, там, Христа ради уродива или какие-то преподобные отцы, они видели Господа явно, и видели, как Он всех нас любит и всех благословляет непрестанно. Я сейчас не вспомню, кто так сказал, но читал я вот из святых, что когда мы говорим «Господи, помилуй меня грешно», в этот же момент Господь нам отвечает, говорит «Я прощаю тебе грехи твои, отпущаются тебе грехи твои». Каждый раз, когда мы говорим «Господи, помилуй меня грешно», каждый раз Господь нам отвечает «Прощаются тебе грехи твои». Просто мы этого не слышим. Вот эта любовь, она переполняет Господа, и на каждую из нас изливается вот через то самое благословение апостольское в том числе. А я еще читала, мне тоже очень понравилось, да, вот Иисусу молитву, да, «Господи, Иисусе Христос и не Боже, помилуй меня грешно». И когда во время, да, мытарств, то эта молитва впереди идет, и человека вот отгораживает от всего нечистого. Да, действительно, это тоже так. Но, конечно же, мы должны в течение всей своей жизни выработать привычку этой молитвы, иначе в момент смерти мы забудем о ней. Но представьте, тем, кто только таки, новоначальным такую аналогию. Вот представьте, вас подняли на крышу там 50-этажного здания, поставили на краешек этой крыши. Вы что-нибудь вспомните в этот момент? У вас будет одна такая ужасающая мысль, «Ой, как бы не упасть, ой, как бы не упасть». Вот если человек не подготовится к вознесению своему, к прошествию через мотарство, единственная мысль у него в этот момент будет, «Ой, как бы мне не упасть в ад, ой, как бы мне избежать». Вместо того, чтобы молиться. Да, в таких случаях мне очень нравится тоже молитва святых, когда они говорят о том, что «Да, сейчас Господи, ну, это я так образно говорю, да, Господи, мы сейчас Тебя помним, но ты помяни эту молитву тогда, когда я Тебя забуду». Чтобы вот эта молитва, да, потом вот она как раз в таких случаях спасала. Очень важно, да. И другая молитва мне тоже нравится. «Господи, как Ты хочешь, и как знаешь, помилуй». Да будет так. Да будет так. Потому что вот самая короткая, самая такая проникновенная, и она, на мой взгляд, учитывает все перипетии жизни человеческой и в этом земном мире, и уже вне этого мира. «Как Ты хочешь, как знаешь, помилуй». Поэтому обязательно надо просить у Бога, Господь никогда нас не оставляет. А вообще зачем нужно Божие благословения? И в каких случаях? Ну, если брать, так сказать, простейший ответ, то Божие благословение берется на все дела человеческие. Будь то дела рук, будь то дела ума, сердца, творческие дела или какие-то начинания. Вот все, что нам может только прийти на ум, вот на все надо брать благословение Божие. Конечно же, оно должно быть богоугодным, это дело нет, тогда Господь благословляет. И если мы хотим помощи Божией, то мы должны ее просить. Известна фраза из Евангелия «Стучите от варят, ищите и обрящите, просите и дастся вам». Вот последнюю фразу, я, так сказать, ее красную, так сказать, выделяю. «Просите и дастся вам». Вот то же самое здесь. И часто мне приходится говорить, а вы молитесь? Они говорят, да нет. Я говорю, ну, значит, вам не нужна помощь Божия. Нужна. Но вы же ее не просите, значит, и не получите. Еще многие так говорят, что да, ну, что у Господа по пустякам беспокоить? Когда у меня что-нибудь будет серьезное, тогда? Вот, ну, насколько мы все-таки в своих вот мелких таких вот мировоззрениях отдаляемся от Бога. Что значит по пустякам? У Господа пустяков нет. Все, чем мы живем, чем мы дышим, чем мы, так сказать, движимы – это все только Божия благодать. Если Божия благодать отнимется, мы сразу умрем. Поэтому в каждом нашем пустячном деле присутствует благодать Божия, потому что только ею мы можем движимы быть. Повторюсь, как только благодать отнимается, человек рассыпается, потому что он есть прах. Как царь Давид сказал, я есть пыль придорожная. Что я могу сделать? Вот если меня ветер не поднимет, как пыль придорожную, благодать Духа Святого, то я так и буду лежать в овраге придорожном, и ничего я и сделать не смогу. Вот то же самое мы. Если с научными терминами это выразить, а не ветхозаветными, то мы созданы из микроэлементов. Это все знают. Из атомов, из прочих всяких там соединений органических. Как и все остальное? Как и все остальное. И вот чтобы эти атомы двигались в нужном направлении, нужна сила Божия. Она их скрепляет. Как только сила Божия уходит, все это рассыпается. До сих пор никто не может ответить из ученых, что такое жизнь. Вот берут дерево живое, потом берут его мертвое. Что изменилось? Прошли секунды, но оно уже мертвое. А только что было живым. Что изменилось? Только то, что что-то ушло из этого дерева. То же самое человеческое. Вот только что душа находилась в теле, и оно так же болело, такие же раны на нем были, все то же самое, но оно было живым. Секунда прошла, душа вышла, и это больное тело, но оно уже мертвое. Вот эта жизнь, это и есть Дух Божий. Как мы можем говорить, что «А что я Господу буду беспокоить?» Да он все время с нами. Мы его не то что беспокоим. Мы живем им. Секунды каждые. Каждые секунды им живем. Поэтому обязательно надо просить. Обязательно обо всем надо просить. И это будет правильно. Не только потому, что я это так говорю. Это говорят все святые угодники Божии. И это говорит сам Господь. Просите, дастся вам. Но уж ему-то противоречить не надо. А вообще, что такое благословение? Ну, если разобрать слово. Благословение. Слова, да? Благие слова, если разделить это слово на две части, то есть это пожелание доброго устроения в том или ином намерении. Вот Господь благословляет все наши добрые намерения и, естественно, помогает нам. Потому что без Его помощи мы ничего доброго сделать не можем. Сам Господь в Евангелии просто ясно говорит. Без меня ничего доброго сделать не можете. Вот злое это, да. Это мы на здоровье горы свернем. А вот доброе даже с дивана лень стать иногда. Вот все понимаешь, надо что-то сделать, а сил нет, и все. Почему? Потому что нету Божьего благословения, потому что мы не молимся, потому что мы пребываем в грехе. Как только мы попросим, Господь даст нам силы. И тут же все начнет совершаться в нашей жизни. Поэтому обязательно благословение, которое является не только благим словом от Господа, но и укреплением нас благодатью Духа Святого одновременно, конечно же, без этого жить ни в коем случае нельзя. Ну и кроме того, мы видим, что благословлять может не только нас Господь, но и мы можем благословлять друг друга и самого Господа. Мы читаем, например, «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Вы к тому призваны. Кто призван благословлять? Верующие. То есть все, в общем-то, люди. Да, Господь говорит. Но все, которые веруют в Господа. Потому что для неверующих это все безумие. То, о чем мы сейчас говорим, они даже не понимают. Я думаю, все фразы для них сокрыты. Как фарисей Саддукеи, «Слушай Господа, види его чудеса», ничего не понимали, ничего не слышали. И он так и говорил, «Слышат и не слышат, видят и не видят». «Умерят уши, слышат». Да, и не видят. И глаза имеют, а не видят. Вот и сейчас есть такие же люди, неверующие. Поэтому эти слова относятся к верующим. И, конечно же, благословлять не только Господь нас благословляет. И дает нам свою благодать через это благословение Духа Святого. И дает нам силы и возможности различные. Они не только в силах, они и в обстоятельствах жизни, как нам кажется, случайных обстоятельствах жизни, вдруг так складывающихся, что у нас получается именно то дело, которое мы за день до этого даже не знали, как к нему приступить. Его невозможно было сделать. И вдруг цепочка обстоятельств, случайных, на первый взгляд, складывается так, что у нас все получается. Это ли не благословение Божие? Кто эти обстоятельства нанизал на ниточку промысла Господь? И нам по этой цепочке лишь пройти осталось. Но мы не только от Бога, но и мы самого Господа обязаны благословить, потому что восхвалять, как, впрочем, ангельские чины это непрестанно творят, и Херуимы, и Серафимы. И как Серафимы воспевают славу Божию, Херуимы словословят славу Божию. То есть мы также должны присоединяться к ангельским чинам и благословлять Бога за то, что нам дадено. Ведь все, что у нас хорошего есть, это все от Него приходит нам. Естественно, как же мы, что ж мы, такие, так сказать, недостойные чады, что не будем благодарить и благословить Бога за дарованные нам чудеса и дары. Конечно же, это надо делать. Это благословляем мы и многих святых, читая им Акафист, например, то же самое, и в этом присутствует наше, так сказать, наше благодарение угодникам Божьим, которые участвуют в нашей жизни, и так или иначе молятся за нас перед Богом, и так или иначе помогают нам в наших житейских припятиях. Поэтому здесь, ну я уж не говорю о наших близких, родственниках, их тоже надо благословлять. И даже не близких, даже тех, кто нам, так сказать, дурно к нам относится, надо и их благословлять. Почему? Потому что это единственно правильный путь. Да, любите врагов ваших, молитесь за обижающих вас. Это опять же мы берем из Евангелия. Опять сам Господь это некогда проговорил апостолам и показал сам своим примером, потому что когда он был на кресте, уже распят, что он делал? Он молился, «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Молился за тех, кто его на крест возвел, за тех, кто над ним издевался, насмехался и прочие всякие хульные слова говорил. Он просил Отца Небесного, «Прости им, ибо не ведут, что творят». Благословил их и молился за них. Вот то же самое мы должны делать. Мученик Стефан тоже, когда его побивали камнями, тоже молился. Стефан, да, первомученик. Когда его вывели из врат города Иерусалима, эти враты и сейчас присутствуют, и там рядом с ними на месте побиения камнями построен храм Стефана, первомученика. Вот на этом месте. Это все можно приехать и увидеть своими глазами, эти все места. Это прямо рядышком с гробом Пресвятой Богородицы этот храм стоит. В долине Ясофатовой. И, конечно же, удивительно, когда читаешь о его последних минутах жизни, он видел Господа на небе, потому что сердце у него было чистое, душа ничем не оскверненная, и он пошел на смерть ради Бога. Он видел и сказал им, я вижу Господа на небе. И вместо того, чтобы вместе с ним удивиться, каким-то проникнуться благоговением, они восплывали злобой к нему и закидали его камнями за эти слова. А он за них молился, чтобы им не вменилось это в грех. Удивительно. Таким образом поступали многие мученики. Если мы читаем житие многих мучеников, они так и молились за своих мучителей. Господи, отверзи ему глаза, чтобы они все-таки узрели твой свет истины, чтобы они не погибли в своем омрачении языческом. А они в это время их жгли, мучили, строгали какими-то металлическими орудиями, или зверям бросали. А они в это время благословляли их. И это уже даже не десятки, не сотни, это тысячи людей прошли через это. Ну и как мы видим, благословенные – это не только те, как вы сказали, цепочка событий вроде бы случайных, то есть не только те люди, которых вроде все складывается, но и те люди, которые претерпевают мучения. И как мы видим, что блаженоплачущие. Кто относится к благословенным? Как почувствовать человеку милость? – Ну, действительно, некоторые считают, что как ему не повезло, его расстреляли, на Бутовском полигоне расстреляли. В том числе наших насильников в монастыре. Два человека, как минимум, мы знаем, кто расстрелян был в Бутово. Как же им не повезло-то, некоторые думают. А если посмотреть с точки зрения вечности, они минутами страдания искупили все свои согрешения, и стали в мученическом одном из величайших чинов пред Господом, очищенные полностью. И многие из них, опять же, кажется, по случайности попали в руки НКВД. Вот он там на пять минут раньше вышел бы из храма или из дома, где его взяли, и никто бы его и не взял бы. – Или мог бы отречься. – Или мог бы отречься, но он не отрекся. Или мог бы там что-то сказать, или еще с чем-то согласиться, а он не согласился. То есть, опять же, якобы такие случайные мелкие какие-то моменты. Но этот случай Господь даровал ему для спасения его души. И это тоже благодать Божья. Удивительным образом, но это факт. Конечно же, мы не все готовы к мученичеству. Естественно, я понимаю, что это удел только тех, кому Господь благословляет и дарует силы это пройти. Поэтому, я сказал, ряд событий, которые помогают жить. А есть ряд событий, которые отнимают жизнь. Но эти события дают жизнь вечную. Вот это надо тоже не забывать. – Ну и как святые отцы говорят, что мученичество – это не только прямой, как мы видим, смерть за Христа. Но мученичество последних времен наших – это муки, внутренние муки, духовные муки. – Ну, действительно, кто больше страдал, если вспоминать, допустим, веру, надежду, любовь и мать Рихсофия? Ведь мать никто не убивал. Убили трех ее дочерей на ее глазах. Вот кто страдал – дочери больше или мать, которая телесно никак не пострадала. Но через сутки она умерла от страданий душевных. Хотя совершенно молилась и просила дочерей терпеть до конца, чтобы они пристали пред Христом. То есть она была верующей, и дочки были верующие. Но мучения, которые нанесли ее душе, были таковы, что и она умерла тоже. И это тоже мученичество внутреннее. Ну и в последние времена точно так же будут мученики не телесные, а духовные, когда их будут мучить внутренними какими-то моментами. Конечно, это все для нас сейчас, как для апостолов в свое время сокрыто. Это впереди какие-то события, которые Иоанн Богослов пророчески предсказал в апокалипсисе. Но тем не менее это все будет в какой-то момент. Или как понять мучения матери, когда она видит, что ее чадо неверующее? Это страшные мучения. Она верующая, она хочет спасения в Царстве Небесном и себе, и своему чаду, а она не верует, и в церковь не ходит. И это тоже мученичество, которое она воспринимает от своего любимого чада. И все равно его любят, и все равно за него молятся, и благословляют его каждый раз. Это тоже мученичество. И таких можно множество привести примеров, когда мученичество внутренним является, а не внешним. Давайте мы будем приводить мучениство современности. Ведь на самом деле мученичество сегодняшнего времени – это вообще даже исполнение заповедей. Наперекор всему сейчас, наперекор тому обществу, которое пропагандирует иные ценности. Даже сейчас исполнение заповедей для каждого человека является мученичеством. Действительно, как сравнить жизнь, допустим, в православной империи российской, или в византийской, или в римской православной империи, где заповеди Христовы были на уровне законов государственных. И человек рождался в этом пространстве, в этой атмосфере заповедей Христовых государством узаконенных. И жил в них естественным образом, и видел вокруг себя таких же людей. И сейчас, когда, ну, допустим, в советские времена, законы государства были против заповедей Христовых. В церковь нельзя ходить, со священником нельзя общаться, крестить нельзя, причащаться, исповедоваться нельзя, требы исполнять нельзя, под страхом гонений просто. То есть лишали квартиры, лишали там зарплаты и прочего, лишали. Даже детей им могли отнять в определенные моменты времени советского государства. Но, посмотрите, это ли не мученичество, когда человек, вопреки всему, все равно внутри себя содержал веру Христову, все равно шел и причащался, хотя понимал, что его могут уволить с работы, что его могут даже и посадить, даже и какие-то другие наложить в прещение государственного характера. Конечно, это мученичество. И сейчас то же самое, когда мы видим тех или иных людей, говорящих с экранов телевизоров, против веры христианской. Мы мучаемся, мы страдаем, тем более, что мы и не можем даже как-то повлиять на это. Да и более того, люди, ведь сейчас, наверное, в большинстве своем как-то не с семьями идут, а поодиночке как-то вырываются из своей среды, приходят к Богу. И какой гнет они получают со стороны родственников, со стороны друзей своих? Они как изгоями получаются. Да, часто я это вижу. И это касается, что неверующие родители – ребенок верующий. Причем даже 12-15-летние дети приходят в храм, а потом начинают приводить потихонечку родители. А родители им сначала запрещают. Он практически мученник. Он идет против отца и матери, хотя внутренне он прав. Он больше должен слушаться отца небесного, чем отца плотского. Это естественно. Больше должен слушаться матери Божию, чем матери плотскую. Да, еще очень важно найти эту грань послушания. Чтобы никого не обидеть из родителей. Чтобы не нарушить запрещение Божию. Не так, что тоже родители. Да, и отца и мать. Ни в коем случае хулить нельзя. Надо и с ними поддерживать добрые отношения. Но в то же время обязательно исполнять волю Божию, а не волю родителей земных. Если они в чем-то не состыкуются. Если касается духовной жизни. Да, это касается только духовной жизни, конечно. Поэтому это тоже мученичество. То же самое, допустим, жена и муж. Муж верующий, жена неверующий. Или наоборот, жена верующий, муж неверующий. Ну, вплоть до скандалов. Ты опять в храм, или ты опять к этому попу идешь. И прочее. Это я все из исповедей знаю. И муж не знает, как свою жену успокоить. Она вот там рвет и мечет. Чего тебе там, так сказать, медом намазано? Чего тебе там делать? Каждое это слово – это гвоздь в сердце любящего мужа. Он любит свою жену. Но та, не понимая, как Господь говорил, не ведает, что творит. Да, все равно оббивает гвозди в душу своего любимого супруга. Хотя потом, когда вроде бы одумается, чего это? Почему? Ну, сходил. Ну, что плохого в церкви? Это же не публичный дом. Это не казино или место, где наркотики принимают. Это место, где человека учат возвышенным материям и нравственности, и культуре, и духовности. Что плохого? Ничего плохого. А вот некоторые супруги восстают буквально. А уж если жена верующая, а муж не верующий, еще труднее. Тут хоть муж, он все-таки сильнее жены, и все-таки он как-то там может успокоить, урезонить. А как жена урезонит мужа? А если он еще и в алкогольном опьянении до синяков доходит? Это ли не мученичество? Да, Господь говорит, блаженны, кто не соблазнится мне. Да, да, это все наши дни. Это я все рассказываю из опыта исповедей, которые приходится буквально... А куда иконочку подставить, чтобы муж не выкинул ее? А как покрестить ребеночка, потому что муж против? А как там помолиться, потому что сразу же прибежит, говорит, опять ты тут что-то шепчешь? И это вопросы нашего сегодняшнего дня. Удивительно, но факт. Мученичество вот рядом с нами совершающееся. Да, и кроме того, да, сейчас у нас эпоха такая повальной гордости, да. То есть даже детей с ранних лет воспитывают, что ты должен там быть, надеяться на себя, на свои силы. Ты самый лучший, ты самый хороший. Нужно образование лучшее получить. То есть лучшее-лучшее, а Господь говорит, что блаженны, нищие духом. Во-первых. Во-вторых, никогда нельзя говорить о себе, что я самый лучший. Этот путь Дениц уже прошел. Он уже говорил, я самый лучший, я буду выше Бога. И чего с ним произошло? Он попал в ад. Самым худшим стал. И поэтому мы, видя вот этот вот отрицательный, так сказать, результат этих фраз, ни в коем случае не должны по этому пути следовать, потому что мы должны всегда иметь самокритику, всегда себя смотреть как бы со стороны и все свои поступки оценивать с точки зрения богоугодности их. Если мы что-то помыслили, подумали или пожелали Бога неугодное, то, что в Евангелии, так сказать, явно показывается, что это отрицательное, мы должны это всеми силами постараться отторгнуть от себя, перебороть. И это тоже мученичество, потому что сегодняшний мир прививает именно развратные, именно богохульные, именно совершенно богонеугодные деяния, в том числе и потребительский, так сказать, подход к жизни. «Бери от жизни все, не дай себе засохнуть» – известная фраза из рекламы. Она просто вот вбивается как гвоздь к каждому смотрящему телевизор, и к чему она ведет? Ты должен стать животным, ты должен забыть о духовности своей, ты должен ублажать свое тело всю свою жизнь. Когда же тело твое заболеет от этого чрезмерного, так сказать, угождения, оно обязательно заболеет, потому что тело должно трудиться, а не ублажаться. Тогда оно будет здорово. Если же его мы ублажаем, оно обязательно заболеет. Тогда ты будешь тратить все свои жизненные силы и накопления на лечение этого тела, и опять же тело. То есть сначала ты его ублажал, потом ты его будешь лечить, тело. Про душу что в первом случае, что во втором забыто напрочь. И здесь мы опять же приходим к Евангелии, читаем, что Господь советует? Ищите Царствие Небесное. Остальное приложится вам. Все, что касается тела, оно прилагаемо. Оно вторично, первично является душа. И если человек вспоминает о своей душе, а не о своем животе, желудке, то, конечно же, он становится правильным человеком. И вспоминает, как правило, в скорбях. Как правило, да, когда он уже не находит никакого утешения в этой жизни, все ему уже настолько опротивило, и уже не хочется ничего в этом мире, он начинает искать это внутри себя. Значит, в мире нет ничего, что меня удовлетворяет. Человек начинает искать в душе, искать каких-то душевных, духовных моментов, и здесь он имеет возможность прийти к Господу и, наконец-то, успокоиться. Потому что по-другому успокоение найти невозможно. А зачем вообще людям скорби? Скорби нас будет. Мы спим в нашей жизни больше, чем бодрствуем. А Господь нас просто постоянно увещевает. Бодрствуйте, бодрствуйте. Не знаете, когда Господин дома сего придет к вам. Не знаете, когда враг придет, чтобы ограбить вас. Вы должны все время бодрствовать. А когда человек, что-то у него болит, он не спит ни телом, ни душой. Он постоянно находится в каком-то внутреннем поиске, как из этой ситуации выйти. И, значит, бодрствует. И, значит, скорби, они нас приближают к Богу. И многие святые отцы так и писали, что в момент скорбей я был ближе намного к Богу, чем в момент благоденствия. Это просто такой закон духовной жизни. Поэтому всякий раз, когда нам хорошо, мы должны понимать, что Господь нам дал возможность отдохнуть. Но мы не должны распространять это благоденствие на всю свою жизнь. Это не цель нашей жизни. Наша цель – все-таки поиски Господа и прихождение к Нему. А в благоденствии, в расслабленности мы к Богу уже не идем. Мы от Него удаляемся. Поэтому Господь по любви к нам посылает нам скорби, которые как кнутом подгоняют нас к Нему. Это грустно, наверное, для многих, но тем не менее это закон жизни. А как нам не ждать кнута, как проверить себя, идем ли мы на небо путем Христовым? Для этого, ну, как минимум, надо знать хотя бы элементарные наставления евангельские Господа, наставления апостолов, наставления святых отцов и прилагать их к своей жизни. Потому что если мы, когда идем по тому или иному пути, по той или иной дороге, мы их всегда сравним с картой или с навигатором, как сейчас это часто используется в машинах. Вот навигатор нам повернитесь налево, повернитесь направо, потому что сами мы не знаем, куда идти. Вот такой навигатор, я опять же перехожу на термины нашего времени, нашего века, вот такой навигатор является для каждой души это наставление Господне. Он четко говорит, когда повернуть направо, когда повернуть налево. Вот здесь этого делать не надо, вот здесь надо остановиться, здесь надо, наоборот, достигнуть той или иной точки, с всеми силами стремиться к тому или иному пункту нашей, так сказать, дороги жизни. И этим навигатором является Евангелие, этим навигатором является наставление апостольские и наставление святых отцов. То есть церкви христианской, православной церкви, все наставления мы должны, ну, хотя бы по минимуму знать и сравнивать свою жизнь с этим навигационным, так сказать, оборудованием, с этим наставлениями Божьими через церковь, дарованными нам. И тогда мы сможем оценить, где мы находимся, сможем понять, куда нам дальше двигаться, чего нам делать для своего спасения и для того, чтобы найти успокоение для души. Ведь многие люди до конца жизни мучаются унынием, печалью, тоской и так и не понимают до конца своей жизни, что же сделать, чтобы уйти от этой печали, тоски и как бы освободиться от этой тяготы земной. И поэтому некоторые из них приходят даже к суициду, к самоубийству, не найдя этого пути вообще и сгоряча, скажем так, не обдумавши, поступив совершенно неправильно. Выход всегда есть. Главное – его искать, искать в нужном направлении, а не в таких, которые подсказывает нам сатана. – Да, и кроме того, человек должен знать, что путь Христов – это путь самоотвержения, неугождения себя, отвергаться от своей воли. – Да, это одна из истин нашего православного мира, потому что там, где мы исполняем свою волю, мы не исполняем волю Божию. И наоборот, там, где мы свою волю не исполняем, а предоставляем совершиться волей Божией, там мы как раз и сильны, потому что Господь с нами. – Да, благодарю вас, отец Юмени, с праздником вас. Приезжайте к нам еще. – Спасибо, Господи. – Да, но я сегодняшнюю передачу хотела обратиться к тем людям, кто желает и может помочь священнику храма преподобного Сергия Радонежского в селе Трубино Евгению Попову. Нужна помощь финансовая, нужна срочная операция, на которую необходимо собрать почти 3 миллиона рублей. У кого есть возможность, вся информация есть на сайте сергиевского храма в селе Трубино. Открыты группы помощи в социальных сетях. Также можно привезти деньги в храм в Трубино или в любой другой храм Щелковского района. У кого есть возможность, помогите. До свидания. Продолжение следует...